Всем привет! Это первое видео выпусков, посвященных результатам, проведенные нами осенью экспедиции к Шапсугам при Черноморье, к Адыгам Шапсугам. Шапсугская экспедиция проходила 24 дня, из которых 2 дня мы провели в потопе, в Туапсе. Астаны, в общем-то, все прошли результативно. Дополнительный день еще был проведен отдельно, уже в конце ноября, в аул Цыпко был выезд, не успели, скажем так, из-за потопа. Досняли. Какие результаты? Проехали мы по 13 аулам, опросили более 70 информаторов. Вопросы, в общем-то, касались как исторической части истории Шапсугов, истории аулов, истории, в принципе, 19-20 веков, так и, в общем-то, современному положению, современной жизни в аулах. Ну и как-то так само собой сложилось, что довольно много получили информации по родовым историям и родовым связям. Вся эта информация собрана и будет теперь, скажем так, проанализирована, составлена грамотно и описана в книге, которая, ну, я надеюсь, выйдет весной следующего года. Она будет сопровождаться фото-выставкой, но это отдельный вопрос. Здесь и сейчас мы, в общем-то, в этих выпусках, которые сейчас здесь будут опубликованы на канале Simple History, мы расскажем о том, как проходила эта экспедиция и обозначим основные интересные моменты из истории и, в принципе, из жизни аулов. В общем-то, вы увидите все их, как они выглядят, в общем-то, изнутри людей, события, фотографии и все остальное прочее. В общем-то, как мы и договаривались, когда мы стартовали нашу краудфандинговую еще летом кампанию, посвященную шапсугской экспедициям. Итак, чтобы сильно не затягивать, переходим в дело. Первый выпуск у нас будет посвящен в целом тому, кто такие адыги-шапсуги, их истории, их культуре, для того, чтобы, так скажем, через эту вводную дать понять тем, кто не знаком с культурой, а или добавить некоторую информацию тем, кто знаком, многих достаточно о шапсугах, и потом уже перейдем отдельными сериями по аулам. Итак, адыги-шапсуги, причем с Анаморского района. Шапсуги, суп-этнос черкесов, адыгов, коренной автохтонный народ Краснодарского края со своей уникальной культурой. Сегодня адыги-шапсуги компактно проживают в 13 аулах Туапсинского района Краснодарского края и Лазаревского района Сочи, то есть это, в принципе, в черте современного городского округа Сочи, а также в четырех аулах республики Адыгея, и всего составляет примерно около 10 тысяч человек населения. Может, в Адыгее еще добавится некоторое количество, но в целом, скажем так, это все-таки разные шапсуги, и шапсуги Адыгеи, и шапсуги Причерноморские в Краснодарском крае, они, несмотря на много схожего, все-таки немножко ментально разные. Также шапсуги разрозненно проживают в других городах и поселках Краснодарского края и Адыгеи, хотя их большая часть находится в диаспоре за рубежом, в основном в Турции. До 1864 года Адыги и шапсуги составляли одно из крупнейших племен черкесов-адыгов за Кубани, разделяясь на Большую и Малую шапсугию. Жили они по долинам рек и горным склонам, аулов в современном понимании у них не было. В принципе, у адыгов тогда их не было. Жили они тогда родовыми поместьями, хуторами своего рода, между которыми находились сады, пастбища, из которых разделяли вот эти, скажем так, родовые поместья. То есть, родовое поместье представляло собой дом родоначальника, хозяина, рядом с которым стояли дома его сыновей, то есть их семей, незамужних дочерей. То есть, это такое семейное было поместье, в котором находилась большая семья, там до двоюродных, троюродных даже доходила. И вот между этими родовыми поместьями были вот эти промежутки большие, то есть, и таким образом, как условные поселения, Куадже или Хабли, они растягивались на многие километры вдоль склонов речных долин и гор. По одной из версий, свое название адыги-шапсуги получили от речки Шапсхо, или Шапсухо, в пяти километрах восточнее Джубги, там сегодня находится поселок Лермонтово. На адыгском языке ее переводят по-разному. Ну, например, есть такой вариант, как Шигпсы, то есть, приручивший лошадь, или прирученный лошадь. Или, допустим, Шапсыгу, то есть, сочетание молоко, вода, река и вблизи, то есть, житель долины молочной реки. Или, допустим, житель трехречья, Шапсгу, Шипсыунхэ, живущий в море. То есть, вариаций очень много, и каждый из них, в общем-то, может претендовать на правду. Шапсхо, видимо, происходит сапсыг-психо. Шапсугская долина. Долина этой реки располагалась почти в середине той старинной, еще большой Шапсуги, была ее центром. В связи с чем, некоторые еще приводят так называемый антропонимический термин, то есть, происхождение названия от родового имени Ша. То есть, долина реки рода Ша. Предположительно, в 15-16 веке черкесские адыгские фамилии Натхо, Недахо, Кобле, Коблево сегодня, Схопте и Севатох образовали единую новую общность. Первые два рода послужили основой для образования в последующем Натухайского этноса, субэтноса, точнее, занявшего земли Жанеевцев и Хигайков от Джубки до Дамани и Анапы. Остальные три рода, обосновавшись сначала в долине реки Шапсухо, образовали самостоятельное племя, названное по имени этой реки Шапсугами. По другой легенде, адыги и Шапсуги вышли из района Тубы к западу от Платы Лаганаки до появления там черкесского субэтноса Бадзеха. Такая легенда сохранилась, и она также отражена в названии улиц некоторых аулов. Вполне возможно, что обе эти версии верны, так как в середине XIX века адыги и Шапсуги делились уже на 8 основных родов. Это Натхо, Натахо, Гуаго, Йемц, Кобле, Схапете, Соутох и Гуае. Причем Гуае всегда выделялись отдельно, и они до конца так как бы не растворились в шапсугском мире, и до сих пор сохраняется фамилия Гуае, и до сих пор эти люди знают, где они проживали в долине реки Пезуапе, но это отдельная тема. Причем эти роды делились в свою очередь на много малых и больших подразделений. Так, Рот Натхо разветвлялся аж на 28 родовых подразделений, Рот Коблеевых состоялось более чем 50 подразделений, Пезуапинские Гуае имели 17 родовых подразделений, родов соседних ущельей и об активном включении их в их общество мигрантов из других сопэтносов. Особенно большие группы таких мигрантов составляли вольные крестьяне из равнинных княжеских племен адыгов это Жаневцы, Хатукаевцы и Тимиргоевцы. Первые два племени из этого практически исчезли в 19 веку, будучи ассимилированы. Крестьяне уходили от власти князей и в свободное общество горных адыгов-шапсугов. Но не только миграция позволила обществу адыгов-шапсугов стремительно расшириться. Дело в том, что территории большой и малой шапсуги и поломархеолога Дмитриева Александра Владимировича территория распространения дольменной культуры бронзового века удивительно совпадает с территорией расселения адыгов-шапсугов в 18-19 веках. Вполне вероятно, что шапсуги сохраняли в памяти историческую преемственность к своим древним предкам, воспринимали эту землю как землю предков, и это объединяло их со всеми жителями этих территорий вне зависимости от того, какому субэтну садыгов они в тот момент именно принадлежали. Дольменная культура участвовала в выход на Генезию. Предками шапсугов, вероятнее всего, были средневековые зихи, покоренные ими ахейцы, античные ахейцы. Но не путать их с ахейцами, греками, древними. Даже первичные данные популяционной генетики указывают на некоторую особенность адыгов-шапсугов. В пользу этой версии записаны этнографом Леонидом Лавровым в начале 20 века данные о том, что адыги-шапсуги называли себя в прошлом агучипс, в значении люди с железной душой, а черкесы-адыги, равнины, называли их потомками сосрука, рожденными из камня. Очень многие дольмены генетически связаны с металлургическим производством, примитивные кузни и металлический шлаг специалисты часто находят рядом с ними. Из долин реки Шапсухов к 19 веку адыги-шапсуги распространились по побережью до реки Пшады и до реки Шахэ. Со временем прибрежные долины стали тестами для них, и они переселились через Кавказский хребет на его северную сторону в долину реки Псекупс, а также между речи Адагума и Супса в северском районе Краснодарского края современного. Таким образом, адыги-шапсуги разделились на Большую Шапсугию к северу от гор и Малую Шапсугию на побережье. Центр Большой Шапсугии находился в районе современной станицы Убинской, около священной черкесской горы Папай. К северу шапсуги граничились с бжедугами по реке Кубань, с востока с Абадзехами, а на восточном побережье Черного моря с племенем убыхов, условной границей которых являлась река Шахэ. Наиболее распространенные фамилии шапсугов, проживающих сейчас в пределах Большого Сочи, не многочисленные, не превышают двух десятков. Порядки распространенности это следующие фамилии. Напсо, Сизо, Схабо, Тлив, Тешевы, Боус, Хахо, Хейшхо, Коблевы, Чачух, Хушт, Мгано, Шхалаховы, Хлечас, Ачмизовы, Сажо, Хапи, Нибо и другие. Тут надо отметить, что наиболее активные Шхалаховы и наиболее распространенные в Туапсинском районе, потому что эта семья насчитывает сегодня уже более ста родов, некоторые говорят даже 300, и вот у них не так давно даже проходили родовые собрания, они праздновали совместный такой родовой праздник своего рода, на который приезжали все представители Шхалахов, которые могли приехать из-за рубежа, из-за дыге, из других точек. Адыги и шапсуги проживали в горной и предгорной местности. Своих князей у них не было, имелись аристократы, орки, но общество управлялось народными советами старейшин и опытных людей через хосе собраний. Отношения между свободными крестьянами и аристократами постоянно ухудшались, что привело к социальному конфликту в конце XVIII века и изгнанию у орков и подчинению оставшихся из них власти хосе. До 1829 года в приубережной зоне Краснодарского края активную политику проводила Османская империя через свои центры в Анапе и бухте Суджук-Кале, ныне Новороссийск. Но ей не удалось подчинить своей власти местные племена, которые оставались независимыми до самого конца Кавказской войны. После потери контроля над Северным Кавказом после Русско-Турецкой войны 1828-1829 годов турки усилили религиозное влияние на черкес адыгов. Раньше этот вопрос их не сильно заботил, так как большинство населения воспринималось как потенциальный товар для работорговли. Ислам запрещает продавать в рабство и ненаверцев, так что для управления хватало обращение веры в верхушке общества. Несмотря на все усилия, основная масса простых адыгов-шапсуг предпочитал следовать смеси родной своей языческой, христианской и мусульманской вер, что во многом сохраняется в традициях даже сегодня. С 1829 года Российская империя начала процесс планомерного покорения горных и прибрежных шапсугов. С 1831 по 1838 годы был построен ряд военных крепостей на побережье Черного моря, с целью которых было изолировать шапсугов от внешнего мира. Согласно на Дренопольский мирный договор с Турцией, считая эту часть побережья своей, Россия установила торговую блокаду и устроила перехват торговых судов, пытавшихся попасть на северный берег Черного моря. Особенным спросом среди черкесов-адыгов пользовалась соль. Она была нужна не только для пищи, но и для прокорма мелкого рогатого скота, который без нее погибал. И соль была в дефиците. Такая политика вызвала ряд серьезных нападений на крепости в 1840 году, часть из которых была уничтожена. Фактически крепости находились в осаде, так как не могли эффективно контролировать берег. К тому же природные факторы отсутствия дорог, особенно в зимнее время, пагубный климат в низинах, цинга из-за отсутствия постоянной возможности снабжения свежими продуктами все это приводило к огромной смерти с ним. Такая обстановка сохранялась до 1855 года, когда во время Крымской войны русские гарнизоны оставили крепости и ушли с побережья на реку Кубань. После окончания войны Российская империя окончательно покорила Восточный Кавказ с пленением имама Шемелях в 1859 году возобладал военный план решения вопроса о подчинении черкесов-адыгов за Кубань. Войска массовым наступлением на юг по трем направлениям стали выдавливать местное население к побережью. Предлагался ультиматум уйти на болотистые берега Кубани либо уплыть в Османскую империю. Большинство принимало второй вариант. К 10 октября 1862 года русские войска вышли к Джубге, Кренице и Пшаде, а уже к началу 1864 года большинство оставшихся шапсугов были выдавлены в современный Лазаревский район Сочи. Здесь они массово погружались на корабли и отплывали в Турцию. Процесс этот сопровождался большими потерями среди местного населения, оставшиеся в памяти черкесов-адыгов огромные трагедии народа. Адыги-шапсуги были окончательно покорены к 21 мая 1864 года, когда на территории современного поселка Красная Поляна состоялся парад русских войск по поводу окончания Кавказской войны. Еще в течение 10 лет после войны часть черкесов скрывались от карательных отрядов в горах в районе Хакучинского перевала. Раньше там было одно из шапсугских обществ, но в этот раз смешались представители самых разных субэтносов из тех, кто сумел скрыться, включая часть убыхов, большая часть из которых ушла в Турцию. Другая часть из сдавшихся русским войскам выбрали первый вариант и были расселены во улах современного Тахтамукайского района Адыгеи, поселениях Мизмай и Даховская, называвшихся Асарет-Хабль, и во улице Хаджимука-Хабль, ныне там находится станица Дандуковская. Подавляющее большинство покинуло Кавказ. В 1870-80-е годы Российская империя разрешила оставшимся в России адыгам-шапсугам вернуться в родные места на побережье, но ограничила зону поселения. Им разрешалось селиться между русскими военными поселениями в долинах рек или при них, но не ближе, ближе к 12 километрам в Черному море. Так появились аулы Большой и Малый Кичмай, Хаджико, Калеш и Лыготх, Тхагапш, Большой и Малая Псюшхо и Наджиго. На месте офицерских владений Мухортова и Карпова поселились адыги-шапсуги будущих аулов Шхафит и Агуй-шапсуг соответственно. Здесь мы видим несколькую аномалию, потому что и Шхафит, и Агуй-шапсуг находятся довольно близко к морю, но они не считались аулами. Это были просто офицерские хуторки, при которых работали и жили рабочие выходцы из аулов. Положение аулов адыгов-шапсугов поменялось в 1924 году с появлением отдельного шапсугского национального района. История его появления представляет собой пример борьбы местного населения за свою автономию при поддержке Москвы и сопротивлении властей Кубанской области. Национальный район появился после отказа адыгам-шапсугам в присоединении к адыгейской автономии вновь созданной тогда. Вся его история оказалась очень сложной. Территориальная такая разбросанность и наличие больших территорий, населенных разными этносами в большинстве русскими, в промежутках между ауловами постоянно оставило под сомнение целесообразность его существования. Кроме того, почти 60% местного населения попали под репрессии 30-х годов и групповые высылки в Казахстан. В течение 20 лет столица района постоянно менялась, как и его границы. К 1944 году, пока большая часть активного мужского населения адыгов-шапсугов находилась на фронте, район оказался ликвидирован и включен в Лазаревский район, будущий район Сочи. Кстати, среди малочисленного народа адыгов-шапсугов целых три героя Советского Союза, именно прибрежных шапсугов. В 90-е годы адыги-шапсуги безуспешно пытались восстановить район, но его не восстановили, а адыги-шапсуги добились включения себя в состав малочисленных народов Российской Федерации со всеми законными правами в рамках федерального законодательства и добились восстановления памятником черкесам, погибшим в Великой Отечественной войне и Кавказской войне. Удивительной особенностью адыгского общества был свод правил этики и философии, который назывался адыга-хабза или более широкое понятие его адыгства. Эти правила были устными, но их знал каждый, от ребенка до старика. Ученые сравнивают эту систему иногда с японским кодексом Бусидо или с китайским Дао, но адыга-хабза остается по-своему оригинальным. Считают, что соблюдение этих правил позволит после смерти с честью предстать перед предками. Либо наоборот, с позором, если их не соблюдать. Правда, во втором случае с позором могли выгнать и из общества при жизни в случае совершения серьезных преступлений. Смысл адыгской этики состоит из пяти ее постоянств. Первое – человечность. Самая первая заповедь и яркая черта адыгства. Это качество человека проявлялось через помощь ближнему в любой ситуации, отсутствие разделения на богатых и бедных, уважение к гостю и ответственность за его жизнь и благополучие. Вторая черта – почтительность. Второе – постоянство – почтительность. Прежде всего, она относится к воспитанности, скромности, деликатности, хорошим манерам, проявлению уважения к старшим, матери и отцу, в том числе приемным, аталакам, соблюдению этикета за столом. Третье – постоянство – разум. Адыгсова невозможно представить без большого нравственного ума. Это умение хорошо говорить на публике, острый ум, соблюдение морали в своей речи, чувство меры, чувство юмора. Четвертое – постоянство – мужество. Это не только воинская удаль и храбрость, но и справедливость, деликатность, толерантность, скромность в войне, отсутствие страха смерти, уважение к братьям по оружию, стойкость к воле, благородство поединка и уважение своего врага. Считалось стыдом, хвастовство подвигами. Для этого существовали барды джигуака, воспевавшие заслуги знатных всадников. И пятое – постоянство – честь, совесть и репутация. Эта триада означала пристойное поведение, неприятие преступников и неукоснительное соблюдение правил адыгства. Современный мир сильно повлиял на общество, и многие нормы адыгства оказались утрачены. Однако и сегодня среди адыгов сохраняются многие правила, любой порядочный человек считает обязанным их соблюдать, уважать мир, в котором он живет, людей и собственные чести, достоинства. Все постройки черкесов делались и сплетням. Обмазывались глиной, и крылья соломой или камышом, в степной части еще сверху кладца мох. При этом постройке богатых отличались от постройок бедных лишь большими размерами и сравнительной чистотой, сохраняя в существенных чертах тот же характер. Никогда, по крайней мере, в позднее историческое время черкесы не делали постройки с камня. Еще Интериано, путешественник итальянский в 16 веке, отмечал, что зихи, черкесы, не имеют ни одного поселения, укрепленного стенами. Их дома сделаны из соломы, писал он, камыша и дерева. Большим студом было бы для князя или дворянина построить себе крепость или дом с каменными стенами, потому что это показало бы боязнь и способность уберечься и защититься. Сегодня такие дома уже редко встретишь. Уже в начале 20 века дома были каменными, а крыша их выкладывалась с дранкой. Внутреннее убранство тоже становилось общероссийского образца. Обычная усадьба состояла из трех дворов, обнесенных общей оградой, с одними воротами со стороны дороги и несколькими перелазами или калитками, в зависимости от надобра. На главном дворе центральное место занимало всегда уны, жилище, которое ставится боком к наружному входу в дворе улицы. В этом же дворе находились и все хозяйственные постройки, пекарня, курятник, плетеные амбары для хранения зерна. В одном из углов навес для сельхозяйственной утвари. К главному двору примыкал скотный двор с сараем и плетневыми яслями для корма и двор хамыш для молодьбы и просушки сена. Оба эти двора сообщались воротами с главным двором, проходов же в наружной ограде не имели. Расположение дворов и построек в черкесской усадьбе имело свои причины, связанные со своеобразием устройства самого жилища. Сакля состоялась двух половин с двумя отдельными входами для мужчин и для женщин. Соответственно, с этим располагались и хозяйственные постройки. Ближе к мужской половине находились наружные ворота и вход на сенной двор. Со стороны женской половины находились пекарня, курятник, амбары и вход на скотный двор. Особенностью дворов имена радыгов-шапсугов было наличие пасеки и дома на ножках для хранения зерна. Такие домики и сегодня можно встретить в прибережных аулах. Кроме перечисленных построек, почти каждая семья имела отдельно стоящую постройку специально для приема гостей. Эта постройка, носившая название Хачеш, Хаджичик или Кунацкая, располагались на видном месте перед двором, часто обносились особым плетнем и имели небольшой дворик. Для женатого сына также строилась отдельная хижина в одну комнату, обычно несколько сзади сакли. В этой хижине молодожены жили до полного выделения и постройки собственной усадьбы. Очаг располагался в одном из углов сакли, иногда примыкал к перегородке, разделявшей мужскую и женскую половину. Огонь раскладывался на глибобидном полу и, чтобы не загорелась стена сакли, в этом месте делалось утолчение глиняной обмазки. Над очагом подвешивался медный или чугунный котел на железной или деревянной цепи, укрепленной на потолочной балке. Дымарь делался плетенным одновременно со стенами жилища и мелкруглое или четырехугольное сечение. Кверху дымарь постепенно сужался и выходил над крышей невысокой трубой, которая у почерноморских горцев часто прикрывалась двускатным деревянным навесом. Внутри весь дымарь смазывался глиной, а снаружи только снизу, а также часть трубы, выходившая наружу. Непосредственно у лучага устраивалась низкая глинобидная кровать-диван, укрепленная по сторонам досками. Потолка чердачного помещения в саклях никогда не делали. На потолочной балке клали плетеные из лозы щиты, на которых хранились копченый сыр и хлеб. Для развешивания оружия и упряжив стены сакли забивали колышки. Очень часто они были единственным украшением со сновозом. Вдоль стену пола устраивалась небольшая ступенька с глиной для того, чтобы внутрь жилища не проникала вода. Широкое распространение среди адыгов имело гостеприимство. И сегодня тоже умеет. Каждый человек мог остановиться в качестве гостя в любом адыгском жилище. Он встречал самый радушный прием. Ничто в такой степени не способствовало популярности человека в Черкесии, как его гостеприимство. Все лучшее в доме хозяина принадлежало гостю. Например, Теофил Лапинский, это поляк, который в конце Кавказской войны жил среди шапсугов, писал по своему личному опыту. Лучшее качество адыгов это гостеприимство. Путник может проехать всю страну насквозь без копейки денег и нигде его не задержит. И в каждом дворе, куда он зайдет, он едет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для своей лошади. Хозяин не спрашивал гостя, кто он, откуда и зачем едет. Существовал целый ритуал для гостя, когда он положение, подвешенное на стену плетки для коня, показывал положением, показывал хозяину, насколько он намерен на него задержаться. Хозяин первые три дня должен был молча угощать гостя и не задавать вопросов. И такая символика позволяла ему понять намерение гостя. Если гость сам называл себя и не делал секреты из своего приезда, то вскоре в Кунадскую приходили члены семьи хозяина и его соседи, они развлекали гостя и стремились ему услужить. Хозяин при этом стоял всегда, не имел права садиться и когда гость кушал, он обязан был выйти из помещения. Гостю оказалось почет и особое внимание. В его присутствии никто не мог садиться без приглашения. Молодежь иногда устраивала танцы, чтобы развлечь гостя. Лучшая пища ставилась на стол для гостя. Хозяин обеспечил личную безопасность гостя и сохранность его имущества. Ограбивший или обидевший гостя сурово наказывался обществом. В прошлом у молодыгов был распространен также обычай куначества. По этому обычаю два лица, принадлежавшие к различным родам, племенам и даже народностям, вступали друг другом в тесные дружеские отношения и оказывали друг другу всяческую помощь и содействие. Кунак и пребывший под его защиту были прочно связаны и никто не мог обидеть последнего, не подвергаясь мщению кунака. Охрана хозяином кунаком гостя способствовала тому, что в условиях феодальных междоусобий, существовавших в Черкесии в средние века, куначество стало весьма важным институтом. Оно в сочетании с гостеприимством делало возможным развитие разных экономических и культурных связей между кавказскими народами в течение столетий. Куначество часто использовалось наземными купцами для налаживания торговли с жителями Черкесии. В фольклоре основное место у адыгов занимает нардские сказания, героические и исторические песни, песни плача о героях. Нардский эпос многонационален и распространен от Абхазии до Дагестана. Опы есть у адыгов, есть у абхазцев, черкес, чеченцев, ингушей, что свидетельствует об общности культуры предков для народов Западного и Северного Кавказа. Исследователи считают, что из общего нардского эпоса выделяется именно адыгская версия как завершенный и самостоятельный вариант. Он состоит из множества циклов, посвященных различным героям, и каждый цикл включает в себя повествовательные и стихотворные тексты сказания, причем все это устно и песенном виде. Но самое примечательное то, что адыгская версия поющий эпос, песен, который исполняется певцами Джигуака, своего рода бродячими бардами, слово которых являлось законом для всех и они были неприкосновенны. Кроме того, Джигуака участвовали в боевых действиях, подбадривая воинов боевыми песнями. Традиционные сюжеты нардского эпоса адыгов и их песенными вариантами группируются вокруг главных героев. Это Саусырыка, Батарес, Ашамес, Бодиноко и другие. Фольклор включает в себя помимо нардского эпоса разнообразные песни. Героические, исторические, обрядовые, любовно-лирические, бытовые, траурные, свадебные, танцевальные. Это и сказки, и сказания, пословицы, загадки, иносказания, частушки, и скороговорки. Древняя религия адыгов представляет собой монотеизм, состроенной системой почитания единого бога Тха, но смешанной, гибридной, то есть с исключением христианских и мусульманских элементов. Единый бог Тха или Тхашхо, и эта религия является частью философско-этического учения адыга Хабзе, регулирующая все аспекты жизни адыгов и определяющая отношение к человеку, к окружающему миру и к богу. Тха, верховный бог, источник мировых законов, давший человеку возможность их познания, что приближает человека к богу. Тха не вмешивается в повседневную жизнь, предоставляя человеку свободу выбора. Он не имеет какого-либо образа, он вездесущий, его присутствие рассеяно по всему миру. В целом, религия эта чем-то схожа с основными чертами друидизма, особенно в части проведения обрядов в священных рощах, и даосизма, в части правил проведения в жизни истинного адыга, на основании которых душа либо блаженствует, либо мучается совестью перед предками. Важный элемент адыгстского вера в души псы от предков, которые видят и оценивают дела потомков. Понятий о физических страданиях или наслаждениях в загробном мире не было. Причем на адыгстском языке дольмен, в общем-то, и звучит как дом души псы уны. Душам предков организовывали поминки, состоявшие из тризны, жертвоприношения животных и приготовления поминальной пищи, а также раздачи пищи для поминаний. Эти традиции переплетались с христианскими обрядами. Для исполнения обрядов существовали родовые касты жрецов. И сегодня, кстати, даже после смерти человека, после похорон, устраивается большое пиршество на 40 дней и на год. В прибрежных шапсугских аулах в 1930-е годы этнографы отметили Тхапишо. Это такой специальный человек, читающий молитву на адыгских торжествах. Жрецами выступали люди из рода Ткаку, который упоминается еще у турецкого путешественника Эвлея Чегиби. Аналогичная история с родом Шогеновых, в основе имени которых слово Шоген, то есть священник, поп, греческой, христианской церкви. Основу мифологии черкесов составляет нартский эпос, собрание сказок и легенд в форме прозы и стихов, встречающихся у разных народов Кавказа. В его основе лежат сказания о рождении и приключении героев-богатырей нартов. Сюжет сказаний нартского эпоса происходит в мифологическом мире, в нартском обществе, которое не имеет исторически реального примера и является мифологическим. Сегодня не найдено прямых аналогий между событиями эпоса и реальными фактами из истории. По содержанию эпоса нартам предшествовали великаны и ныжи, а позже пришли люди. Эпоха нартов это особое время, золотой век черкесов, причем образование мира в эпосе происходит одновременно с рождением и ростом главного героя Сосрыка, наделенного чертами мифологических персонажей. Сосрыка главный герой черкесского нартского эпоса. Он рожден из камня, который оплодотворил пастух, испытывавший страсть к матери нартов Сэтеней. По ее просьбе небесный кузнец Лепш извлек из камня раскаленного железного мальчика и окунул его семь раз в воду. Только бедра или колени, схваченные клещами, остались незакаленными. Этот эпизод вызывает споры леса. Сосрыка возвращает нартам огонь и семена троса, похищенные злобными великанами, что также похоже на греческий миф о возврате огня Прометеем, но Сосрыка не приковывают в этом случае к горам. Он действует хитростью и магией. Сосрыка его коня отхожая убивают нарты, узнавшие про язвимые места нарта через старуху Барамбух или Оорсар под другой версии. Она превращается в золотой шлем или плеть, которую Сосрыку поднимает на дороге и надевает на голову. Из разговора Сосрыка с конем старуха узнает тайну его уязвимости. Когда Сосрыка приходит в место состязания на Харамон в гору, нарты предлагают ему отразить коленями-бедрами повозку, которую они скатывают с горы. Сосрыка подставляет колени и повозка пререзает их. Нарты закапывают Сосрыка живым в землю или добивают раненого, но он продолжает там жить и каждую весну Сосрыка стремится справедливость. Считается, что целебные воды Кавказа это слезы Сосрыка, плачущего от невозможности вырваться из-под земли. Важная роль, которую играл лес в жизни адыгов, привела к появлению особого вида религиозного восприятия леса. Лесные курты сохранялись на Кавказе до XIX века, а элементы этой культуры видны даже сегодня. И проявляются они в поклонении священным большим дубам, которые ударила молния, отмеченной молнией, или к могиле людей, и убитых молнией, которые отдельно оформляются. Особо почитаемый статус получил покровитель лицов Мызытх, позже превратившийся в женского духа Мызытху. Через священные рощи люди обращались к духам и к великому богу Тха. Огромные или сгоревшие от молнии деревья, рощи, красивые панорамы, живописные поляны все это формы природной красоты, считающиеся особым выражением воли бога и воспринимаются как природные храмы и священные места, где бог находится ближе всего, поскольку он так себя проявляет через это творение. Некоторые породы черкесских яблонь и груш смогли жить 150-200 лет, а дубы еще больше. Поэтому рощи существовали веками и играли роль покровителей и не только для отдельных родов, но и целых субэтностей. Как правило, они обозначали словом кадеш или кадес. И на старых картах встречается это название очень часто, допустим, мусти реки Шахе. Сегодня мышц Кодош около Туапса носит это название, сохранившееся от старинной рощи. Иногда рощин звался Хачек, то есть под богом. Очень бережные отношения к деревьям, к живому миру, почве и воде являлись частью религии адыгского воспитания. Такая форма религиозных обрядов привела к появлению сложной культуры садоводства и землепользования, народной медициной и особому устройству в обществе. Это была религия родовых кланов, которые не нуждались в государственном устройстве. И вера не требовала постройки храмов, принесения украшений, дорогого облачения для жрецов, в ней не было церковной структуры и она не нуждалась письменности и священных книгах. При этом уважение к дереву еще проявлялось в том, что каждый взрослый мужчина, адыг, отправляясь в лес, обязательно собрал с собой очередную для того, чтобы привить его в лесу. И, соответственно, из леса тоже в сад забирали растения. То есть каждый мужчина обязан был каждый поход его в лес превратить в обязательную посадку деревьев. Поэтому горные местности бывшего проживания шапсугов до Кавказской войны они переполнены плодовыми растениями. И виноградником, который, как правило, плелся вокруг дерева как основы. Особым было восприятие черкесов, которые знали, что их похоронен в священном месте. Вся жизнь человека проходила в глубокой связи с лесом как живым организмом. В определенный период черкесы даже практиковали похоронный обряд воздушного погребения. Это когда мертвых подвешивали на деревья в деревянных колодах и хранили лишь спустя год после полной их мумификации. Обряд жертвоприношения коня был составной частью такого обряда. Причем вероятнее всего отмечается, что этот обряд имеет очень древние корни и пользовались те же, допустим, дольмена-строители, когда захоранивали уже мумифицированные трупы внутрь дольмена. Такому захоронению подвергались знатные люди, а также убитые молнии, которых считали святыми. Хоронили в колодах только мушчин, что говорит о наличии связи женского начала земли и мужского начала неба или солнца в представлении адыгов. Есть сведения об использовании меда пчел, изнабивавшихся в подвешенные гробы. Считалось, что пчелы заводятся в гробах тех умерших, которые жили по правилам адыгской и попали в верхний небесный мир. Особое место в адыгской занимал дух Шибле. Буквально это молния. Обряды похорон убитого молнии говорили не о силе бога Шибле, а о величественной стихии самой молнии как выражение божественного и страхе человека перед ней. Смерть от молнии считалась отметкой Тхак. Убитого хоронили на том месте, где его поразила молния. Причем известно, что во время грома адыги выходили из домов и радовались, плясали, встречая этот гром. На могиле убитого молнии семь дней проходил пир, а если погибло животное три дня. Если молния била в дерево, то ему приписывали свойства исцелять лихорадки. Кусочек такого дерева зашивался в лоскуток материи и надевался больному на шею. Остальная часть материи в виде цветных узелков привязывалась к деревьям. К ветвям, точнее, дерево. Убитый молния считался святым, как и весь его род. И в последующем в обрядах, связанных с, допустим, вызовом дождя именно ключевую роль играли представители именно этого рода священных. Того, у кого убило молнией человека. В первой половине пятнадцатого века путешественники описывали же, как тело убитого молнии и адыги клали в гроб и подвешивали на дереве. В возле дерева собираются родственники и соседи делать же это проношение быками и баранами, а часть мяса раздавали бедным. Праздник продолжался по три дня ежегодно, пока труп совершенно не превращался в молнию или скелет. Потом уже захоранивали. Адысская мифология включала в себя и других духов, похожих на домовых или леших славянской мифологии. Например, Ахын считался покровителем рогатого скота. Фамилия Тхагуаху в переводе пастух божий, а в известное время приводила в заповедную рощу в верховьях реки Шахе, где примерно сегодня Салухаул находится, Ахынову корову и привязывал к ее рогам куски хлеба и сыра. Местные жители толпой сопровождали эту корову в рощу, после чего закалывали, разделяли мясо и перевали. Причем она самосшествующая корова считалась, то есть выходила с удаленным взымто и шла сама, а люди как бы шли за ней. И она через вот эти аулы, там места проходила и останавливалась только в этой рощи и ложилась сама. Наиболее почитаемым был небесный кузнец Лепш, которому у адыгов и убыхов соответствовал общий культ покровительства кузнечного ремесла, очень уважаемого в народе. Праздновали его культ весной, делали возлияние на железном плуге или лемехе и на топоре. После обряда веселились и отдыхали. Причем именно кузнечная мифология связана и с рождением, поскольку новорожденных приносили в кузню и обмывали водой из вот этой кузнечной водой, где студили очень металл. Главной забавой была стрельба из винтовок в цель. В обряде Чапш над кроватью больного или раненого человека поют песни, в которых призывают в помощь Лепша и к его излечению. Кузня служила также местом для проклятия, очистительных клятв, омовения новорожденных и присяги. В день свадьбы невесту, когда она впервые приступала по рогу дома мужа, проводили под железом, то есть скрещивали на ее голову кинжалы для очищения ее от грехов. Некоторые обычаи адыгского сохранились и сегодня. К таким относятся обычаи сажать деревья на могилах святых людей убитых молний. Сами деревья также почитаются священными, их ветви перевязывали цветными лоскутками, точно как нынешние туристы делают. Моление не спасло не от дождя. Обряд этот по сей день распространен среди адыгов всех республик. Обычно на крестовую перекладину надевают чучело в женской одежде, проносят его через аул и топят в реке, обливая при этом друг друга водой. Обычно в обряде участвуют дети, хотя поливать могут также стариков. Дети кушают пирожки с сыром. В Овле и Большой Кичмай почитается святая могила Коблева, убитого молнией в 1953 году, когда он переходил по висячему мосту через реку. В данном случае, поскольку погибшего нельзя было похоронить на месте смерти, его могилу возвели рядом с вооружским кладбищем, но отдельно. Его дочь Мариет, пока она была маленькой, во время вызывания дождя обязательно присолил в реку. Эти отголоски человеческих жертвоприношений духом воды. Святыми считаются все представители рода погибшего от удара молнии. Считается, что ритуал вызова дождя в их присутствии всегда достигает эффекта. В 98 и 2013 годах, например, применение описанных обрядов не привело к ожидаемому результату и дождь не пошел. Тогда адыги из аулов Тхагавши и Большой Кичмай применили обряд, почитаемый самым действенным. Они выбрали и отправили посланцев к высокогорному озеру Хуко, расположенному на отруге главного кавказского хребта недалеко от горы Фишт на высоте 1640 метров над уровнем моря. Людей отбирали по признаку порядочности и уважения. Только чистый от греха человек может исполнять данный обряд. Хуко в буквальном переводе означает сын моря или морская свинья или дельфин. Черкесы считают воды этого озера священными. Посланцы набирают за него воду и возвращаются в аула не пролив ни капли. Если вылить воду из озера в реку, то когда она достигнет моря, обязательно пойдет дождь. Но соблюдая обряды при этом, конечно. Таким образом, как бы отец моря посылает сыну озеру свои слезы. По другим поверьям, нужно лишь опустить бутылку с водой в море, но если бутылка разобьется, случится страшное наводнение. По словам информаторов, наводнение летом 91-го года как раз по этой причине и произошло. Интересно, что бывают разные вариации. Есть, допустим, вариант, когда можно положить эту бутылку в реку, но обязательно нужно ее потом вернуть обратно вылить в озеро Хуко. Подобный ритуал описан в одном из рассказов кавказских повестей Александра Бестужева Марлинского. В 1830-е годы но у дагестанских народов. В нем святого издербента Скандербека горжане выбрали для похода на гору Шагдак за водой снежной вершины. Он должен был принести воду в кувшине, не поставив ее на землю и вылить ее в Каспийское море. Таким образом, люди и намеревались справиться с засухой и у них все получилось. Учитывая широкое распространение такого рода обряда в Евразии, похоже, что исток его уходит в глубокое прошлое человечества. И адыги просто удачно продолжающие существовать и сегодня, несмотря на процессы глобализации. Теперь, когда вы ближе познакомились с этим миром, думаю, пора погрузиться в детали жизни каждого из существующих сегодня аулов адыгов в Шапсугах при Черноморье, о чем мы поговорим в следующих сериях.